20 ноября в Ненецком округе отмечают памятную дату – День памяти участников олено-транспортных батальонов Великой Отечественной войне. Этой странице в истории войны и округа посвящены книге, напечатана не одна газетная статья, снят фильм и поставлен спектакль. А в 2012 году в Наринмаре установили памятник, увековечивающий подвиг жителей Заполярья. Песня олено-транспортных батальонов В течение двух лет они стали незаменимой поддержкой для Красной Армии. Уникальные люди, которые доказали своим подвигом о том, что нам под силу все. Сложнейших условий. Казалось бы, без всяких каких-то новейших технических и технологических устройств они своей жизнью, своим подвигом доказывали, что мы добудем победу любой ценой. Еще раз слава героям. С помощью олен-батальонов с линии фронта и из глубокого тыла противников было вывезено более 10 тысяч раненых. Перевезено 8 тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов. Эвакуировано 162 самолета. Также оленные упряжки в условиях бездорожья использовались для связи. Из шести сотен бойцов олен-батальонов домой вернулись только две трети. 234 жителя округа погибли. У мамы моей старший брат, Ордеев Матвей Иванович, погиб. И мы до сих пор не знаем, где он похоронен. Поэтому это горестный день. И вместе с тем большая обязанность сохранить память о них. Сегодня в регионе работают объединения и клубы по поиску мест захоронений солдат, установки памятников участникам Великой Отечественной войны и просветительской работе с подрастающим поколением. Именно эти неравнодушные жители округа и стали инициаторами памятника, установленного на Аллее Славы в 2012 году. Этот памятник имеет большое философское значение. Если посмотреть на него, то вы прежде всего увидите нашу священную птицу-ворон. Мало кто на неё обращает внимание. Птица-ворон даёт знак нашим оленеводам, что они должны вернуться домой. На сегодня это пока единственный памятник в России, установленный подвигу олен-батальонов. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал «Север». Быстрее.